Пресс-конференция еще не началась, а коридор уже полон журналистов практически со всех республиканских СМИ. Всем интересно, что же скажет сам Александр Галков? Удивит ли он нас новыми подробностями вчерашней потасовки или отделается очередной дежурной речью? Тирада градоначальника превзошла все ожидания. У тех, кто был уверен в невиновности работников мэрии, после заседания точно появились сомнения. Пресс-конференция началась с демонстрации записей с камер наблюдения в приемной мэра и его кабинете. Александр Галков лично комментирует происходящее. 2 декабря, время 14.10. Секретарь Ирина Тулонова сидит на рабочем месте. Обратите внимание, как врываются два человека, уже подготовленные. Вот секретарь, который ни о чем не уведомлен, разумеется, я, как все это дело происходит. Бьют девушку и ей дверью попадает в лицо. Здесь сейчас, к сожалению, здесь слов нет, но это были сплошные маты, оскорбления. Я считаю, что так и не должно все равно вообще поступать с людьми. И я столько лет проработала в администрации и впервые с этим столкнулась. И никогда в жизни я не видела столько агрессии. Везде освещается, что они пострадали, но никто не говорит о том, что от них же пострадала защитная девушка. Далее действие переносится в кабинет мэра Галкова, где корреспондент Артем Кол задает чиновнику вопрос. А видеоператор Владимир Брагин снимает все это на свою камеру. Звука нет, поэтому приходится включать фантазию. Это был допрос. Он постоянно кричал на меня. Я не мог выйти из кабинета. Это провокация, апеллирует Александр Галков. Затем сам мэр, его помощники и съемочная группа застревают в так называемом предбаннике. И на этом исчезают из поля зрения. Согласно логике, журналистам должны были показать запись с другого ракурса, то есть с приемной. Однако она чудесным образом исчезла. Это, я вам просто скажу, это то, что сейчас есть эти материалы, только эти материалы есть. Других материалов нет. У меня там более совершенная, там более старая камера стоит, которая не в цветном разрешении, монокромная камера, которая изображает. Здесь тоже, кстати, не все очень видно, а все остальное, оно забрано. Нету сегодня у нас. Но вообще есть? Есть, но там ничего дополнительного вы больше не увидите. Произошла потасовка, что меня головой ударили об дверь. И сейчас говорят, что это якобы я сломал, но это мною сломали дверь. А оператора ударили головой об стену, где там стоит аквариум. Сломали камеру нам, сломали нам радиопередатчики все. Вот микрофон забрали якобы это вещественное доказательство. Генерал, и Геннадий Михайлович, и Юрий Павлович, говорили о том, что это спланированный политический заказ, это провокация, и что вам известны эти лица. Деподимите, пожалуйста, за весь уставник, кто же хочет очернить вашу репутацию посредством журналистов федерального канала. Вы же понимаете, что в данном случае люди, которые совершили вот этот акт агрессии, это лишь инструмент. Это, наверное, станет известно с нами настоящее общественности после того, как закончатся вот эти действия следственные. Говорить о том, что это политический заказ, но это неуместно, потому что, во-первых, ОНФ это не политическая организация, это раз, это общественная организация, которая просто следит за тем, чтобы чиновники не жировали. Во-вторых, мы, почему, собственно, приехали с ОНФ, потому что, если не услышали ОНФ, мы думали, что, может быть, нас услышат, и как-то изменится общая политика города. Пока представители Бурятского ОНФ отмалчиваются, их столичные коллеги уже выбрали свою позицию. Это резонансная ситуация была, которая в том числе была связана с исследованием ОНФ. В этой ситуации, конечно, он должен был быть готовым, и в том числе его подчиненные, да, службы, да, должны были предугадывать, что если прокуратура, да, установила такой факт, наверняка у журналистов возникнет интерес к такого рода фактам. И мэр должен был готов некорректно отвечать на эти вопросы. В целом, как бы, мы пришли к выводу, что Артем не нарушил никаких нормозаконов. Александр Галков в одночасье стал звездой не только республиканских СМИ, но и федеральных. Только ленивый не заявил о громкой истории. Мэр Улан-Удэ избил съемочную группу «России-24». Мэр Улан-Удэ и журналисты «России-24» подрались. Мэр Улан-Удэ заявил об избиении микрофоном. Подобные скандальные заголовки пестрят в новостных лентах страны со вчерашнего дня. Еще больше резонанса история вызвала у пользователей Бурнета. Мне не нравится, мэр Галков. Но за такое поведение журналистов не только можно бить по морде, а нужно для профилактики. Вся эта клоунада ОНФ с приданными им журналистами Госканала, кроме омерзения, ничего не вызывает. Ой, смотрите, у того зарплата высокая. А про то, как структуры друга Путина за год контрактов на 200 миллиардов получают, не, это неинтересно. Акции протеста дальнобоев уже месяц идут. И где эти федералы? СМИ. Где доблестный ОНФ? Не в курсе, наверное. С голубого ручейка начинается река. Вся эта мерзость, как ты говоришь, начинается с малого. Мы тут, конечно, хвосты рубим, но и до Гидры добирались. Тот же Навальный. У нас кол. А потом слабо верю, что тебя колышет судьба дальнобойщиков. И напоследок, по словам Артема Колос, сюжет телеканала «Россия-24» выйдет в эфир уже завтра. Только поставит ли репортаж жирную точку в скандальной истории, или это превратится в большой сериал, где главными героями станут те же действующие лица. Наталья Домбаева, Евгений Козлов, «Первая альтернативная». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!